Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов компании «Авиаинвест» об отмене постановления Кишиневского суда о расторжении концессионного договора между агентством публичной собственности и компанией в одностороннем порядке. «Авиаинвест» считает незаконным и политически мотивированным решение Кишиневской апелляционной палаты оспаривать его в высшей судебной палате. Руководство компании называет абсурдным предлог, выдвинутый агентством публичной собственности для одностороннего расторжения договора. Между тем, адвокаты компании считают, что на судебные инстанции было оказано политическое давление. Более того, новых адвокатов назначили только вчера, а полномочия предыдущего представителя стороны защиты отменили в понедельник по решению нового временно исполняющего обязанности директора самого аэропорта с целью ограничить возможность компетентного изложения аргументов стороны защиты. Получить комментарий у ивольд-директора Кишиневского аэропорта, решением которого была произведена смена адвокатов, нам не удалось. Дозвониться до него не получилось. Три дня назад незаконным решением, по нашему взгляду, адвокат Лунга Думитру был лишен полномочий. Это все из-за того, что директор, назначенный от партии ПАС и решением чрезвычайной комиссии, якобы отвечающей за безопасность аэропорта, отменил полномочия. По словам адвоката «Авиаинвеста» Урилия Каленко, сегодняшнее решение Кишиневской апелляционной палаты представляет собой исполнение политического заказа. Мы видим, что означает и как работает реформа правосудия министра Сергея Литвиненко. Государству будет нанесен ущерб в размере 90 миллионов евро. В свою очередь, представитель агентства публичной собственности, представляющий интересы агентства в апелляционной палате, считает, что решение судей было принято верно, без политического подтекста. Апелляция, заявленная «Авиаинвест» на решение Кишиневского суда сектора «Рыжкановка» 21 февраля 2022 года была отклонена. Я не считаю это политическим процессом, иначе дело длится давно, вы об этом знаете, об этом много раз упоминалось. Больше двух лет из-за этих два года сменилось несколько правительств. На своей странице в Фейсбук решение апелляционной палаты прокомментировал и сам министр юстиции. Кишиневский международный аэропорт возвращается в собственность государства. Решение Кишиневской апелляционной палаты принято недавно. Окончательное и обязательное. Поздравляем народ Республики Молдова. Это ваша заслуга. Между тем, адвокаты «Авиаинвест» намерены оспорить сегодняшнее решение в высшей судебной палате, а также передать дело в международные судебные инстанции, чтобы обязать государство выплатить 90 миллионов евро, вложенных компанией в развитие аэропорта. Мы, адвокаты «Авиаинвеста», будем требовать в международных арбитражах взыскания более 90 миллионов евро. Это прямые инвестиции, которые были вложены «Авиаинвестом» и акционерами «Авиаинвеста» в модернизацию Кишиневского аэропорта. Напомним, решение передачи международного аэропорта Кишинев в концессию сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Однако в 2020 году агентство публичной собственности расторгло концессионный договор, потребовав от компании, управляющей аэропортом, вернуть государству все активы, имеющиеся в концессии. В агентстве мотивировали расторжение договора тем, что инвестор не выполнил свои обязательства перед государством. Компания «Авиаинвест» с утверждением о невыполнении своих инвестиционных обязательств не согласна. Уже 23 февраля 2022 года агентство публичной собственности объявило о том, что добилось в суде первой инстанции отмены договора о передаче в концессию международного аэропорта Кишинев. Недавно компания «Камаксавия», мажоритарный акционер компании «Авиаинвест», заявила о подаче апелляции в апелляционный суд в Швеции против постановления суда от 3 августа 2022 года в процессе против Республики Молдова. Представители молдавского правительства отказались комментировать этот вопрос. В агентстве публичной собственности нам сообщили о проведении юридической оценки, после чего будет представлена реакция.